Всем привет, с вами Марс. Сегодня я записываю свой аудиоподкаст. Уже второй по счету. Сегодня 19 февраля 2014 года. Не очень радужные деньки сейчас идут. Как некоторые из вас знают, я живу в Украине. Живу в городе ровно. И как бы это западная Украина. И я довольно переживаю. Даже больно смотреть на тех людей, которые сейчас стоят на Майдане на улице. Рушевского, на Шевковичной. Это все очень больно, когда народ одной страны идет один против другого. Я был на Майдане, потому что я курсант Национальной Академии. Уже даже не знаю, к сожалению или к счастью, сейчас меня там нет. Но знаете ли, это все ужасно. Но это видео будет посвящено не тому, что творится сейчас в моей любимой стране, а деятельности меня на моем канале. Как вы знаете, я сейчас прохожу Starbound вместе с Эйвом. Это очень веселое прохождение. Оно такое, знаете ли, специфическое для меня, потому что в кооперативе я еще не проходил ни одну игру. То есть и Эйв такой интересный тоже напарник. Смешной до ужаса, ну блин. Я как-то стараюсь сдержаться еще. Градус упоротости в наших следующих видео все увеличивается и увеличивается. Вскоре вы это все увидите сами. Что же до Сталкера? Да, я собирался записывать. Точнее я записал две серии. Но они у меня лежат на компьютере смонтированные. Но опять запоролся мод Мизери, к сожалению. То есть, в принципе, это можно исправить, но пока я этим заниматься не хочу. Ибо у меня есть Fallout. Fallout New Vegas, который я уже почти полностью прошел. Осталось только залить. Просто понимаете, еще пять серий у меня есть на старом микрофоне. А все остальные уже записываются на новом. Поэтому те, что на старом, придется там чистить звук, монтировать немножко. А у те, что новые, уже можно будет заливать по две в день спокойно. Они там и нормальные по времени. То есть, если на старом у меня было по 10, по 15 минут, но до 20, то те минут по 30, по 40. То есть, все нормально. Как видите, звук действительно поменялся. У меня поменялся значительно голос. Ну, я надеюсь, это все в лучшую сторону. Потому что, как бы, все новое-то хорошо. Тем более, что микрофон новенький я получил благодаря вам, дорогие подписчики. Спасибо вам за это. Что же касательно The Walking Dead. The Walking Dead я прохожу постепенно, по чуть-чуть, по сезонам. Я пройду все имеющиеся на сегодняшний день, так сказать, части, эпизоды этой великолепной игрушки. Это даже сложно назвать игрой, потому что, ну, как бы, это такой фильм. Интерактивный фильм. Интересно все очень. И такая душесчипательная история, в принципе. Я в свое время прошел, поэтому лгать не буду, что я не знаю, чем это все закончится. Но, тем не менее, показать эту историю вам и пройти это еще раз, это дорогого стоит, по-моему. Еще, как вы видите, то есть, прирост подписчиков начал, по крайней мере, сдвигаться с мертвой точки. Это меня очень радует. За это большое спасибо Артему с канала ArtGames за его лайк под моим видео. Это видео с Elder Scrolls Online. То есть, геймплейные моменты, которые я решил показать тогда на видео. С ним возникли небольшие проблемы, но, тем не менее, видео есть на канале. Вы его можете смотреть, ознакомливаться. Там первые, ну, минут 30 игры есть. Точно. Я вам так скажу. Мнение о Elder Scrolls Online пока что не меняется. Потому что, ну, во-первых, Bethesda не хочет никоим образом, точнее, даже компания Zenimax не хочет снимать такую, я вам скажу, немаленькую сумму за подписку. Может, если бы оно было поменьше, там, как бы на это по-другому бы смотрели, но не такую, не 20 баксов в месяц. Или там уже до 30 даже, но тем не менее. То есть, ну, в принципе, ждем релиз, ждем официального выхода, точнее, игрушки. Не знаю, как оно будет, но я склоняюсь к тому мнению, что скоро-скоро-скоро она перейдет на фри-то-плей. Почему-то есть такое чувство. Небезвестный опыт, кстати, в Star Wars The Old Republic. Но, тем не менее, посмотрим, как оно будет. Потом жду ArcheAge, очень жду. 22-го числа выйдет она на OBT. Я не знаю, что это будет, потому что уже на канале MMORPG.SU смотрел стрим, как они пытались поиграть. Знаете, это было OBT по тем, кто купил игру. То есть, купил там предиздание, по-моему. И, блин, очередь по 3-5 тысяч, это ужасно, по-моему. Сервера там разламывались. Не знаю, как это будет, но планирую сейвом поиграть. Посмотрим, что как. Что как пойдет. В принципе, игрушка интересная. На бетке я чуть-чуть повозился, но мне все понравилось. Тем более, видео, тем более, превьюхи, которые есть по этой игрушке. Это все великолепно, на самом деле, дорогие друзья. Кто не знает, ArcheAge берет издательство компании Mail.ru. То есть, как вы поняли, это уже будет условно бесплатная игра. Да, ее можно будет скачать бесплатно, играть бесплатно, без подписки, без всякой херни. Но для нормальной игры вам придется время от времени хотя бы покупать премиум аккаунты. Премиум аккаунты, как в танках. Кто не в курсе, это двойной или там, не знаю, какой прирост опыта и, по-моему, денег. Опыта и денег, как было в танках. Ну, не суть важна, на самом деле. Зайду в ArcheAge, тогда уже вам все постараюсь рассказать на месте. Игра специфичная, игра интересная. Ну, то, что сервера будут разламываться, я вам просто могу дать 100% гарантию. Если мы сейвом зайдем, это будет большая удача. Напоминаю вам, 22 число этого месяца, то есть, 22 февраля. Буду ждать вас в ArcheAge. Заходите. Игрушка стоящая, действительно стоящая. Еще хотел бы упомянуть о моей группе ВКонтакте. Кто не знает, моя группа, она полумертва. То есть, она полностью мертва, точнее. Возиться мне с ней некогда, но если кто-то изъявит желание этим заняться, то, милости прошу, личка у меня открыта, как в ВКонтакте, так и в Ютубе. Так что, кто хочет этим заняться, милости прошу. Потому что мне банально нет времени. Вот, вчера ездил в Киев буквально и получал указания от начальства. Поэтому, ребятушки, ничего радужного нам не светит. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Для новых видео. С вами был Марс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.